Для того, чтобы сделать авторизацию, нам понадобятся сессии, то есть, иначе говоря, отслеживание посетителей через куки. Для этого есть специальный middleware, и называется он express.session. Я вставляю этот middleware после куки-парсера, чтобы куки уже были прочитаны из заголовков и подготовлены. У middleware session есть один обязательный параметр, это secret. Это секретная строка, которая не передается посетителю, она используется для того, чтобы специальным образом подписывать куки. Об этом чуть-чуть позже, пока что я лишь вынесу эту строку в конфиг. Сделаем новую опцию session и secret. Когда посетитель заходит на сайт впервые, то ему ставится специальная кука connect.seed. Это ее название по умолчанию. Давайте я его поменяю. Сделаем еще одну опцию, key, просто сид. И сюда же ее вставим. У этой куки могут быть различные настройки, которые тоже задаются отдельной опцией. Вообще, таких опций всего несколько, можно посмотреть. Connect session, вот так вот, найти описание этого middleware, обращаю ваше внимание, оно отдельно здесь, да? То есть, оно не в документации, а экспресс, конечно же. В нашем случае приемлемыми настройками будут вот такие. То есть, кука не попадает в JavaScript, это нужно для защиты от XSS-атак. И кроме этого, maxAgeNull означает, что кука не имеет какого-то времени истечения, но как только посетитель закрывает браузер, она будет удалена. Итак, когда посетитель заходит впервые, он получает эту куку, ее значение будет случайным образом сгенерированный буквенно-цифровой идентификатор. Он генерируется достаточно длинным, так, чтобы заведомо быть уникальным. То есть, именно этот идентификатор будет говорить в следующий раз, что ага, пришел тот же посетитель. Та же сессия продолжается. При этом никто другой, кроме нас, то есть кроме сервера, и кроме посетителя, не знает точное значение этого идентификатора. Угадать его практически нереально, за счет этого достигается защищенность. Также здесь криптографическая подпись. Через точку к куке добавляется специальное значение, которое генерируется на основе этого идентификатора и нашей секретной строки. И здесь, особенно если вы раньше работали с сессиями, может возникнуть резонный вопрос. Зачем вообще какая-то подпись? В чем ее смысл? Какую защиту она добавляет? Ответ такой. На самом деле, подпись здесь не нужна. Подпись для куков нужна в некоторых реализациях сессий, которые предусматривают сохранение на компьютере посетителя данных, которые он при всем желании не сможет как-то подделать. То есть, иначе говоря, в данной конкретной реализации, которая здесь вот сейчас в настройках, у нас вместе с идентификатором создается объект данных, который сохраняется в специальном хранилище. И при новых заходах посетителя мы по этому идентификатору получаем данные, которые к этой сессии привязаны. Например, товары, которые он положил в корзину, его имя пользователя и так далее. Есть альтернативная реализация сессий, при которых данные у нас не хранятся. Например, мы хотим где-то сохранить информацию, что юзернейм Вася. Мы можем просто поставить на компьютер посетителя куку, юзернейм Вася, и таким образом сберечь в своих хранилищах данных. А в следующий раз, когда Вася зайдет, то мы сразу увидим по куке, ага, Вася пришел. С другой стороны, при таком подходе посетитель может, например, при помощи JavaScript или как-то по-другому модифицировать это значение. И сказать, что он на самом деле Петя. Соответственно, доверять этим значениям, которые сохраняются на компьютеру посетителя, мы не можем. Для того, чтобы мы могли, мы используем как раз цифровую подпись. То есть мы говорим юзернейм двоеточие, Петя, точка. И дальше цифровая подпись, ну скажем, вот так вот можно примерно сказать, что она будет выглядеть. То есть это специальное значение, которое генерируется на основе данных и нашей секретной строки. Если даже посетитель захочет сказать, что он не Петя, а скажем Маша, то он здесь-то поменяет, но сгенерировать подпись правильно он не сможет. И таким образом мы легко поймем, что данная кука поддельная. Пользуясь механизмом вот этих вот цифровых подписей, можно, например, хранить на компьютере у посетителя мани тысячи. Сколько денег на счету у пользователя. И не бояться, что пользователь возьмет и пропишет пару-тройку нулей. Если он это сделает, то подпись будет нарушена. В реальной жизни такой способ хранения данных используется достаточно редко. Но тем не менее, для совместимости с ним в сессиях обязательно нужно этот параметр секрет указывать. Мы же в дальнейшем будем хранить сессии в базе данных MongoDB. Для того, чтобы это делать, необходимо поставить модуль Connect Mongo. Вот так вот я его ставлю. Дело в том, что для того, чтобы хранить сессии, недостаточно просто подключить MongoDB. Необходим специальный класс, к которому будет обращаться Middleware Session, для того, чтобы сохранять или загружать сессии. Интерфейс, который должен реализовывать этот класс, то есть необходимый набор функций и методов, есть в документации вот тут. Модуль Connect Mongo как раз и предоставляет вот этот класс, и мы создаем его объект. В качестве настроек соединения к MongoDB я передаю такую специальную опцию. Эта опция означает, что логин и пароль к базе, вообще строку соединения, MongoStore может взять из Мангуза. То есть небольшая тонкость тут в том, что MongoStore не будет использовать соединение Мангузовское. Он просто настройки возьмет подключение к базе и все. Некоторые дополнительные параметры есть в документации, но они нам сейчас не нужны. Обратим внимание лишь на одну небольшую деталь. Если посетитель закрывает браузер, то сессионная кука теряется, и сессия, которая хранится в базе, становится более неактуальна. Необходимо такие устаревшие сессии удалять, и по умолчанию это удаление происходит каждые две недели. То есть иначе говоря, если сессия никак не менялась в течение двух недель, то она будет удалена. Это время можно изменить, если изменить параметр maxAge. В данном случае мы оставляем все как есть, и давайте попробуем что-то сделать уже с этими данными, с этой сессией. Хватит теории, давайте практику. Когда посетитель заходит, он либо получает новую сессию, либо восстанавливается старая по идентификатору. И эта сессия записывается в свойство reg.session. Это специальный объект, у него есть некоторые свои методы, но самое ценное это то, что мы можем записать в него любые свойства, и они автоматически сохранятся, когда этот запрос будет завершен. Например, количество посещений в текущей сессии. При каждом новом заходе количество посещений будет увеличиваться, и тут же выводиться. Ну что же, давайте запустим, и посмотрим что получится. Запускаю. Ошибка, потому что мангус не подключен. Запускаем еще раз, и проверяем. Вроде работает. При каждом обновлении страницы получаем из сессии старое значение, и оно увеличивается и тут же сохраняется обратно. Давайте теперь посмотрим, что у нас хранится в базе данных и в куках. Для начала база данных, mongo.chat, класс mongo.store создал в ней db.sessions, новую коллекцию для сессий. Вот она наша сессия, случайный идентификатор, и данные, которые в ней есть. mongo.store устроен так, что он хранит в mongo, видите, некоторые параметры конфигурации сессии, и конечно же в ней хранятся данные. Давайте теперь посмотрим в браузере. Нас интересуют куки. Вот. Вот она кука. Посмотрите, здесь кука выглядит немножко по-другому, чем в базе, но она все равно похожа. Здесь видите v2k0l. И здесь тоже можно разглядеть то же самое. Вот. Эта кука, как я уже говорил, подписана. Вот она подпись. Ну а для того, чтобы отличить подписанную куку от неподписанной, вначале у нее ставится s2, которая стандартной котировкой для URL-ов выглядит вот так, т.е. превращается в процент 3a. Обычный URL-код. А теперь откроем консоль и посмотрим document.cookie. А тут пусто. Как видим, кука http only. Т.е. даже если хакер внедрит джаваскрипт на страницу посетителя, то он не сможет получить этот идентификатор и переслать его себе. Итак, резюмируем. Когда посетитель заходит впервые, то ему ставится специальная кука, и создается запись в хранилище. Здесь это MongoStore, может быть хранилище в памяти, может быть хранилище в другой базе данных, неважно. Если это не первый визит, то данные загружают и становятся доступными через reg.session. Когда рез отсылает ответ, то middleware заботится о том, чтобы все изменения в reg.session были сохранены. Таким образом, в наших middleware'ах мы можем манипулировать вот этой вот сессией, что-то записывать в нее, изменять, все остальное берет на себя экспресс. Здесь сессия была использована для хранения состояния счетчика. Но вообще, сессия используется для хранения совершенно любых данных, которые следует передавать между визитами посетителя. Например, посетитель выбрал товары на одной странице, мы сохранили его выбор в сессии, и следующая страница, которую он открыл, тоже имеет доступ к этим данным. В следующем выпуске мы пойдем дальше, и будем использовать сессии вместе с полноценной авторизацией. Продолжение следует...